Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая, сегодня такой холодок у нас 14 градусов. Есть возможность подробно рассказать. Я давно уже хотела рассказать об обновленной вот этой придомовой теплице, которую мы перекрыли. Я уже говорила, что эта теплица у меня обновилась благодаря вам, дорогие мои зрители. Кто откликнулся, ну не то что откликнулся, кто выразил желание помочь мне и заменить старый поликарбонат. Я всем очень благодарна. К сожалению, конечно, это все анонимно, я не буду ни называть ни фамилий, ни имен, но фамилий я и сама не знаю. Просто понимаете, вот этот вот акт, когда вы решили мне помочь, высказали такое желание, стремление помочь и помогли, это еще лишний раз подтвердило то, что моя работа нужна вам, то, что она оценена, то, что она доходит до зрителя. Я очень благодарна. Сейчас я подробно расскажу, кому интересно, я подробно расскажу, как мы ломали эту теплицу, как мы меняли. Все это было сопряжено тоже с большими сложностями. Расскажу, какой поликарбонат, почему, кому интересно, смотрите. Да, собрать новую теплицу непросто, но еще сложнее иногда бывает заменить старое на новое. Вот сегодня у меня муж и сын начали снимать вот этот старый поликарбонат, который я еще сегодня показывала, говорила, иди смотрите старый поликарбонат. И так как высота очень, ну как высоту очень высокий, ну около 4 метров, наверное, под самую крышу, им пришлось для этого специально строить самодельные лесенки. Вот взяли у соседа вот такую выдвижную, какую-то крутую, современную лесенку, стремянку. Вот сейчас с помощью всех этих, как приборов или инструментов, подсобных средств, короче, подручных, они будут там в самом, на самой высоте откреплять все эти, снимать старые крепящие вот эти крепления, и все это будет оголяться. Поднялся опять ветер, стало очень сложно, не знаю, сегодня будем накрывать или нет. Я никогда не думала, что это будет сопряжено с такими еще дополнительными сложностями. У нас же внук, он увидел, что они все это сдирают, ломают, с хрустом вот так. Он начал, как бы сказать, он не то, что плакал, а на деда, зачем бабулин домик ломаете? Он кричит, собака воет, скулит, тут такой голдеж. Дед кричит, убери Марика, он нам мешает, он с кулаками на них кидается. Бандиты сломали бабулин домик. Было вообще, не это, как сказать, не очень смешно. Но не могли никак объяснить ребенку, что это они не ломают, это просто ремонт. Но выглядело, конечно, это немного страшновато, когда эти листы начали сдирать, с хрустом складывать. Теперь вот Марк немножко успокоился. Рэм, фу, тут был такой шум и гам. Да, придомовая теплица без покрытия выглядит очень беззащитно. Вот сейчас ветер, томаты заваливает. А внук целый день ходит, ко мне подходит и говорит, «Нужно их сильно поругать за то, что они твой домик сломали. Поругать их нужно». Я говорю, ну они сказали, завтра сделают. Давай не будем сегодня ругать. Он говорит, нет, за то, что сломали, нужно поругать. В этот раз я решила взять поликарбонат совсем другой, который именно предназначен. Для теплиц написано «Карбоглаз Агро». И тут он усиленный, специальный. Я потом расскажу о его характеристиках. Но он сразу, вот на этой пленке, видно, что это специализированный. Именно не для строительства, а для теплиц. Написано, что защитный слой от излучения и светопроницаемость такая, какая надо. Все. Когда у нас три года назад пробил поликарбонат, эту теплицу, град ведь шел одинаковый во всем огороде. И я все удивлялась. Ну почему именно ее? Потому что она была новая, мы поликарбонат тут только постелили. И в этот же год пробились, нет, на следующий год тут пробились дырки, потом, естественно, все это пылью начало забиваться. И он стал черный, такой вообще почти непроницаемый. Я все удивлялась, почему именно одну теплицу. Ведь другие две тоже стояли. Но потом мне муж дал пояснение вот про эти теплицы. Что вот эти теплицы, которые арочные, согнутые, у них, видите, у них как угол скольжения. Что там нет вот такого вот. Если бы вот так они были сделаны, может быть пробилось бы. А они как склизкие, как с горки скатываются. И эти градинки-то, у них не было возможности. Ну короче, им здесь было скользко пробить. И еще именно только в тот год был град такой остроконечный. Потому что до этого град был, никакие теплицы никогда не пробивало. А это, есть же градинки такие крупненькие, а есть прям остроконечные. И вот они вот прям вот так вот, как шильца. А тут видите, вот тут та часть. Сейчас с другой стороны подойду. Видите, вот эта часть, которая от дома, она получилась, что тут вот ровная плоскость без вот такого закругления. И когда градины падали вот так, тык, 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 они прямо попадали на ровную поверхность и благополучно пробивали поликарбонат. Для дальнейшего рассказа зашла в помещение, потому что там начался дождик небольшой, моросит. И вот смотрите, именно учитывая вот такую конструкцию нашей теплицы, что там не вот так, не арочная она, а вот так. В этот раз я приобрела вот этот усиленный поликарбонат, дорогой. Никогда в жизни не отваживалась на такие дорогостоящие покупки. Вот смотрите, он называется, вот у меня квитанция, Карбоглас Агро. Карбоглас Агро и стоит один лист 3450 рублей. Это сумма, конечно, очень дорогая. Мы всегда брали по 1600, по 1700. Вот у нас сейчас простой 1900, около 2000. А этот 3400. Конечно, это очень разница большая, но он идет как усиленный, он идет как специально профессиональный, специально для выращивания растений. И как я прочитала о его характеристиках на сайте, ну, он и все, там и ультрафиолетовое излучение поглощает, и там светопроводимость. Ну, короче, но ширина его... Я брала, кстати, брала у нас в простом магазине, доставку на дом заказывала, потому что карантин же у нас. Магазин Агроном на улице Революции. Вот там купила. Он мне обошелся очень дорого, 13800. За что еще раз благодарю всех своих зрителей. Я как раз получила пенсию. Тут мне пришла ваша помощь. И вот в результате этого получилось у меня теперь усиленная теплица. И вот мы имеем теперь возможность понаблюдать за этим вот карбоглаз Агро. Действительно ли он усиленный? Потому что, конечно, многие, может быть, хотят купить такой поликарбонат, но хотят быть уверенными, что действительно его хватит на много лет, что он действительно такой, как заявлено в характеристиках, которые мы читаем обычно в интернет, в магазинах или где-то. Так как у меня была нужда, я не просто как с жиру бесилась, что вот взяла такой поликарбонат. У меня была нужда из-за того, что он, ну, я уже все это говорила, что вот такая конструкция теплицы, что при первом граде его снова может пробить. Поэтому простой я не взяла. Вот на теплице Уральской у меня неусиленный, на ватра этот поликарбонат. А вот этот, он именно идет, ну, как заявлено, что он усиленный, именно вот от таких вот, от нагрузок, от повреждений. Но это, я могу вам сказать, что правда это или нет, только с годами, скорее всего. Если в этом году градов никаких не будет, будем ждать следующего года или последующего. И потом я вам точно скажу, стоит ли этот поликарбонат этих денег, пробьют ли его грады и всякие там, ну, короче, через сколько он разрушится. Я считаю, что отдавая такую цену 3400 рублей, он должен быть не только, не повреждаться градом, но он должен намного дольше, много лет служить. То есть он не должен крошиться, повреждаться от солнца. Все это буду я наблюдать за ними и вам потом расскажу. Оказалось, что это не так просто, постелить вот эти поликарбонаты. Я даже не помню, как мы первый раз делали, тоже, наверное, с трудом. Там никто туда залезти не смог, кроме сына, он самый легкий. Все туда боятся на самую высоту. А мы с Мариком придерживали только листы, когда... Там Марик что-то комментирует, он, я помощник, я помощник, я помогаю, я держу и спиной, и рукой. Помощник устал помогать. Сказал, можно я в теньке посижу? Сидит в тенечке, там жара у нас ужасная под 30. Марик, жарко там, да? Да. Стесняется камеры. И вот, благодаря этому всему, вашей помощи, трудам вот моих мужчин, появилась вот эта прекрасная придомовая теплица. Я выхожу, когда солнечный день, она блестит, как мыльный пузырь, переливается, и я думаю, что в этой теплице мои томаты будут в сохранности. Мало того, что поликарбонат усиленный, еще как щит, это вот ваше, как сказать, ваша забота обо мне, ваша любовь ко мне, я думаю, что его, эту вот теплицу, этот поликарбонат, не пробьет ни один град. Я думаю, что на мою жизнь мне хватит. Еще раз вам всем большое спасибо. Я очень признательна. Я очень рада. Я тронута до слез. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok